Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! От предатель «Что делать?» Я ведущий Виталий Татяков. Сегодня поговорим о проблеме, которая точно всех интересует. О ней постоянно говорят, но лично я так и не могу получить внятного ответа. На очень простые вопросы сразу и задам присутствующим здесь специалистам в области экономики. Тема звучит так. Может ли победить бедность в сегодняшнем мире? Я сразу задам три главных вопроса, на которые вас попрошу ответить в ходе этой передачи какой-то последовательности. Я совершенно не могу понять. То есть, если бы вы говорили, что у нас бедность составляет 5% бедных от населения, и вот нужно бы снизить до трех, а вдруг повысят до семи, я бы это еще понял. Но когда по разным подсчетам, то ли 20, то ли больше даже процентов населения относятся к бедным, и постоянно ставится вопрос, цель, что нужно снизить это, но что-то никак не снижается, то кризис мешает, то еще что-то. Вот это я совершенно не могу понять ни рациональным, ни эмоциональным своим умом. Так вот, вопросы, ответ на которые жаждут получить все, не только я. Первое. В принципе, может быть, экономика такова, что всегда должны быть бедные, и не нужно ставить эту ложную цель, ну или как-то хотя бы победить бедность, или как-то ее там закамуфлировать, эту цель какими-то там словесами. Второе. В нашей конкретной стране, богатейшей, как мы все знаем, неужели все-таки нельзя победить бедность в сроке, в соразмерной нечеловеческой жизни вообще, через 20-30 лет, а в какие-то минимальные сроки, ну 5-6 лет, ну чтобы люди помнили еще обещания достижения этой цели. И третье. Вы лично знаете вот этот способ, метод, либеральный, антилиберальный, социалистический, коммунистический, авторитарный, демократический, монетарный, не знаю какой еще. Вот, собственно, все. Насколько я помню, там, из учебников еще в политэкономии, вот это пауперизм, правильно я выражаюсь, вот, то есть бедность, обеднение, было естественным, считалось естественным, процессом, а при капитализме, империализме. Может, действительно, это вот неизбежно. Мы не берем там Швейцарию маленькую, где там по 500 франков швейцарских там будут каждому давать. Вот в реалиях нашей страны и сопоставимых стран. Итак, может быть, это нереальная цель, можно ли конкретно в нашей стране, и ваш рецепт. Вот три главных вопроса. Сергеевич, с вас начнем. Ну, как скажете. Хотя бы, начинаем последним по... Хорошо. На все вопросы ваши у меня ответ положительный. Разумеется, победить бедность можно. То есть можно в течение одного поколения, совершая экономический рывок в развитии, поднять доходы населения, достаточные для того, чтобы люди жили достойно, имели доходы не ниже прожиточного минимума. Если мы этот критерий используем. Существует много критериев, кого считать бедным, но я бы взял за основу соотношение доходов населения и прожиточного минимума. В нашей стране особенно это сделать объективно легко, потому что, насколько я помню, еще расчеты Института экономики. Абалкин нам демонстрировал таблицу, где на основе межстрановых сопоставлений было показано, что Россия по уровню национального богатства на душу населения самая богатая страна мира. И вот как в нашей самой богатой стране мира на душу населения столько много бедных, такой загадочный вопрос, который объясняется тем, что вся система управления устроена таким образом, что она бедность порождает и воспроизводит постоянно. Поэтому главная причина бедности у нас это крайне низкая зарплата. О чем тоже говорят члены правительства и как бы в недоумении. Почему такое не могут не сами объяснить нам, невидимо сами понятен. Причина, почему зарплата столь низкая, заключается, во-первых, в том, что права наемных работников не защищены должным образом в трудовом кодексе. Трудовой кодекс у нас явно архаичный. Он не защищает права трудящихся. Во-вторых, государство как главный работодатель, который, вообще говоря, формирует заработную плату работников бюджетных отраслей. Это десятки миллионов человек. Могло бы делать это в соответствии с социальными нормативами хотя бы среднемировыми. И должны были бы уровень заработной платы работников бюджетной сферы, как государство, держать примерно в два раза выше. У нас есть такая возможность. Вторая причина – это несправедливое распределение доходов. И имеется в виду, что за политикой доходов вообще государство совершенно не следит. Имеется в виду, что те, у кого большие полномочия по распоряжению деньгами, и те, у кого большие властные полномочия, они вместе формируют в себе уровень доходов в десятки раз выше, чем могли бы это делать, исходя из справедливых нормативов вознаграждения за примерно один и тот же труд и так далее. То есть чудовищная социальная несправедливость, которая порождает неравенство доходов. Это колоссальное социальное неравенство стало просто сегодня вопиющим в нашей стране, где доходы и уровень квалификации, уровень правительственности труда вообще никак не связаны. То есть плата должна соответствовать вкладу труда в национальный доход. Она у нас существенно меньше. Наконец, налоговая система, она поощряет социальное неравенство. Вся система налогообложения доходов, вы знаете, в ней нет прогрессивного элемента, как и во всех странах, есть, наоборот, даже агрессивный элемент. И при таком перекошенной системе управления рассчитывать на то, что мы сумеем выбраться из бедности, обладая колоссальными ресурсами, к сожалению, не приходится. Нужно менять систему управления, нужно приводить в соответствии с принципами социального государства. Лев Ильич, желательно добавляю, если побольше. Я и буду отталкиваться от того, что сказал Сергей Юрьевич. Действительно, ведь все дело в том, что мы понимаем под бедностью, не просто так, а в контексте неравенства. Люди сопоставляют свою жизнь с жизнью других людей. И относительная бедность, я не буду здесь дефиницию приводить научную, но смысл вот какой. Но есть какая-то в обществе норма, да? А кто-то в соответствии с этой нормой жить не может. И эти нормы в разных странах разные. Я возвращаюсь к вопросу, можно ли победить бедность. Нет страны в мире ни одной, в которой бедность побеждена полностью. Соответственно, вопрос не в том, можно ли победить бедность, а что нужно делать, чтобы как можно меньше людей выпадали из общественной нормы. А вот эта задача совсем непростая. Объясню, почему. Во-первых, все дело в том, как формируется норма. Вот давайте осознаем, что мы в качестве своей нормы, и я уже сказал, это правильно, воспринимаем норму европейскую. При этом воловой внутренний продукт на душу населения у нас, ну, так грубо буду говорить, вдвое меньше. Это опять же не значит, что мы должны капитулировать. Это значит, что перед нами очень сложный вызов, с ним надо работать. Ведь раз мы говорим о норме общественной, то принципиально важен не просто набор продуктов, а восприятие. Вот был опрос недавно, что такое бедность, что такое богатство. Знаете, какие цифры назывались в среднем по странам? 18 тысяч в месяц – это и ниже бедный, 450 – богатый. А знаете, сколько у нас людей, которые не 450 тысяч в месяц получают, а хотя бы 100? Меньше 5%. Меньше 5%. И кто среди них? Да, мы мало платим инженерам, врачам, но лучшие – вот это вот те самые. Нефтяники на Крайнем Севере – те самые, да? И всего-то 5%. Конечно, есть люди с огромными деньгами, но 17-й год показал, что когда вот хоть все забери у этих немногих, на всех не хватит. Значит, единственный путь – это развитие экономики, причем определенное развитие, правильно управлять процесс. Но просто брать и делить то, что есть, повторяю, 5% со 100 тысячами. И это не богатство. Так, Александр Митлевич. Ну, я хотел тоже согласиться с тем, что, конечно, понятие бедности – это такое понятие нормативное, оно меняется, меняется по странам, меняется во времени. Но что достаточно объективно, хотя может выражаться в различных показателях, это неравенство в распределении дохода, уровня благосостояния и так далее. И вот в мире целом в последнее время большое внимание этому вопросу уделяется. Доля 1% самых богатых. Ну, 2014 год. Значит, в России почти 37% приходится богатство на 1% населения. На 10% и больше в Соединенных Штатах – 37,2%. В Китае около 30%, 27,8%. Берем верхние 10%, здесь почти 70%, 68,5%. У нас 73% в Соединенных Штатах, в Китае около 67%. Центральная часть, центральные 40%, то есть с 40% до 70%. Около 28% богатства всего приходится. И, наконец, у нас, и столько же практически, даже чуть меньше в США, и почти столько же в Китае. И, наконец, доля нижних – 50%, то есть половина населения. Это вообще цифры потрясающие. У нас 3,8% богатства приходится на половину населения. В Соединенных Штатах, правда, минус 1,1%, потому что эта часть в основном, как на это заемщик, видимо, выступает. Ну и в Китае там около 7%. Это просто характер разрывов, которые существуют. И причем эти разрывы, они вызывают огромные опасения, то, что именно разрывы между очень узкой группой лиц по богатству. По распределению доходов ситуация тоже достаточно красноречивая, хотя не столь уже драматичная, как по распределению богатства, видимо, потому что, я так интерпретирую, что те, кто имеют большее богатство, они больше инвестируют все-таки. Значит, доля 1% самых богатых в России, на них приходится 24,1% национального дохода, это показательно немножко отличающийся от полового внутреннего продукта. В Соединенных Штатах практически столько же, 22,1% доходов приходится на 1% самых богатых. На 10% почти половина, ну не почти половина, но 45,7% у нас, 46,3% в США, в Китае 41%. Ну и доля нижних 50%, то есть половина населения, у нас на них приходится 16,8%, ну в соответствии с этой базой данных, приходится 16,8% всех доходов, США 12,6%, Китае 14,9%, по миру в целом 9,6%. То есть проблема вообще носит такой общий мировой характер. Понятно. Елена Николаевна, если вы действительно какой-то специалист по бедности, можете начать с определения, а что такое бедность? Я хочу сказать, что бедность – это понятие, относительное во времени и в пространстве, поэтому ликвидировать ее нельзя, можно преодолеть или побороть только какие-то формы проявления бедности. Но когда вы преодолеваете одни формы проявления бедности, им на смену приходят другие, вы их опять начинаете преодолевать, и таким образом это толкает развитие общества вперед. Поэтому можно, если какая-то страна ставит задачу борьбы с бедностью, то она фиксирует определение бедности, и дальше его не меняет. Но тем не менее, даже в нашей стране предусмотрен пересмотр прожиточного минимума каждые пять лет. А вот к этому прожиточному минимуму, к нему можно относиться серьезно? Во всяком случае, обычные люди, ничего кроме смеха этот не вызывает? Несерьезно, это не научный термин, но в определении бедности есть стандарт выживания и есть, можем так сказать, стандарт развития. Вот наше определение бедности – это определение бедности по стандарту выживания. То есть нижний. Когда вот за минимальную потребительскую корзину или за прожиточный минимум вы можете себе позволить самые простые продукты питания. Но я хочу сказать о том, что, конечно же, Россия имеет стандарт выживания по определению бедностей. Прожиточный минимум должен быть другим. Выше. Чтобы перейти к здоровому питанию, только лишь к здоровому питанию, понимая, что бедные люди не могут платить ни за транспорт, ни за образование, ни за здравоохранение, ни за качественное ЖКХ, потому что если перейти еще на вот эти качественные услуги, то тогда прожиточный минимум нужно повышать как минимум в два раза. И я бы хотела обратить еще внимание, мы говорили об абсолютной и относительной бедности, существует еще субъективное определение бедности. И вот субъективно себя люди считают бедными, если обрезать хвосты сверху и снизу, то примерно это удвоенный прожиточный минимум. Вот люди так, так видят сейчас границу бедности, как в Москве, так и во всех других регионах. Руслан Семенович, что я хочу сказать. Вот мы слишком много внимания уделяем неравенству. Это действительно есть такое дело. Но на самом деле речь ведь, когда о бедности идет, это ведь мы хотим показать, кто такой бедный человек. Это субъективное восприятие или реальные там замеры, недостаток еды, одежды там и все. Вот есть три цифры такие важные, они официальные. Первая – это средняя зарплата в России, это 40 тысяч. Вторая – медианная, более репрезентативная. 22, 22 тысячи, 23. Сейчас 27. Она больше отражает положение дел, потому что там половина всех работающих как раз отсекается богатой, и поэтому очень более точно можно измерить его. А третья – это модальная зарплата. Некоторые модулины называют там. Это что значит? Это самое распространенное. Вот она 17, 16. И это действительно так. Но в любом явлении есть три вещи – идеал, норма и реальность. Здесь вот важно поставить вопрос. Вот то, что происходит, то, что коллеги говорили, это действительно скандальная ситуация для России, я считаю. Вот это как бы объективно обусловленная вещь, вот новый строй, новая политика, новая жизнь. Или это все-таки неправильное устройство социальное. Вот в Америке, там другая культура, они приучили бедных к тому, что они сами виноваты в бедности. А в Европе другая культура. Вот какая у нас норма должна быть. У нас в конце советской власти был довольно большой средний класс. Я сейчас хочу этот аспект поднять. И это был довольно важный средний класс. Ну, всегда говорили, что, принято говорить, что это была там нищета, равенство в нищете, в бедности. На самом деле это неправильно, потому что с 50-го года была стремительная динамика увеличение реальных доходов и, в общем, реального благосостояния раза в три, в четыре. Вот когда началась новая постсоветская Россия, да, то, в общем-то, хотелось бы его сохранить, этот средний класс. Не было, собственно говоря, никакого представления у людей, что может случиться. Вы помните, шахтеры требовали частную собственность? Помню, помню. Требовались. Прямо требовали частную собственность. Потому что платить якобы больше будут. Артисты частных театров. А теперь выяснилось, что это привело к тому, о чем Сергей Юрьевич говорил, что вот наемный труд у нас практически беззащитный. И здесь, конечно же, встает вопрос, а что, собственно говоря, с этим делать? Потому что пока мы не решим вот эту проблему социального устройства, а надо ее решать, мы ничего не изменим. Вот можно дальше, я надеюсь, что все-таки вы дадите ваши очень определенные по возможности рецепты, как эту проблему решить в той степени, в той конфигурации, в какой вы ее понимаете. Но предварительно меня смутило то, что можно так понимать бедность, можно сяк понимать бедность. Но это и я могу сказать, потому что и так, и сяк. Я там в сети, например, в своих блогах, там бывает, упомянул магазин, в котором я покупаю продукты, и мне тут же сыплется, значит, ах, вы в такой магазине покупаете, это, а вот мы-то там, ну, кто бедный использует, ну, и цифры бывают соответствующие. Подсчитать можно по-разному. Да, не нужно забывать, что еще наши люди, старшее поколение, сравнивать с советскими временами, там, не с горбачевским дефицитом, а когда на зарплату можно было просто жить. Но есть политическая и, извините, психологическая задача. Кто бы как ни понимал бедность, вот люди либо ощущают себя бедными, либо не ощущают. Вот не есть красную икру, это ты бедно или не бедно? Я утверждаю, что в России для многих это человек начинает себя чувствовать неудобно. Если он не ест красную икру, там, не раз в году, а и так далее. Виталий Анатольевич, что-то мы далеко зайдем. Но я бы хотел все-таки уточнить вашу реплику. У нас критерием бедности было не бутерброд с красной икрой, а бутерброд с маслом. Хлеб с маслом есть, и слава богу. И то не каждый день. И то не каждый день. Значит, поэтому я считаю, что все-таки если отбросить все правильное с научной точки зрения, но с точки зрения здравого смысла от лукавого разговора про относительную бедность, большинство все-таки понимает это как достойный уровень доходов для достойной жизни. Значит, не для нищей жизни. Это, если перевести на терминологию научную, то это все-таки прожиточный минимум, умноженный в два раза. Вот этот, я считаю, показатель является главным. Вот мы выводим население за пределы этой красной черты, того, что сегодня называется прожиточный минимум умножить на два, тогда мы боремся с бедностью. И что, какая-то алжебная цифра? Ну, сейчас это 22, если два раза. 22-23 тысячи. Значит, нужно на 40 тысяч вывести. Не-не-не, на 23-22. Причем семьи с детьми, каждый новый ребенок, это резкое повышение вероятности оказаться в бедности. Такова статистика, неумолимая. И если мы исходим из такого простого понимания бедности, то я бы предложил пять направлений борьбы с этим социальным злом в рамках той системы конституционных отношений без революции. Первое, самое простое с точки зрения текущего результата, это повышение заработных плат. И очевидно совершенно, что оно должно касаться и законодательства, модернизации трудового кодекса, проведения соответствия социальным государством. Кроме этого, государство все же, как законодатель, уровня заработной платы. В бюджетной сфере необходимо заработную плату повышать, я уверен, не менее чем в два раза. И по здравоохранению, и по образованию. Наконец, третья категория, самозанятые, частные предприниматели, мелкий, средний бизнес, вокруг которого столько ритуальных движений, но для того, чтобы он развивался, государство должно предоставить элементарные, казалось бы, вещи, доступ к кредиту. И, наконец, дети. Я считаю, что это вообще вопиющая совершенно ситуация под разговоры про детей. У нас ВОЗ, как говорится, почти что и на не там, хотя есть определенные, конечно, подвижки. Здесь, мне кажется, нужны тоже очень простые способы. Социальное нормирование, обеспечение детей продуктами питания, одежда, так сказать, бесплатно, все. Каждому ребенку бесплатно продовольственное паёк, так сказать, одежду, медицинское обслуживание, так сказать, и тому подобное. Наконец, налоговые инструменты. Важнейший элемент государственной политики. Это не только выравнивающие налоги, прогрессивная шкала налогообложения на доходы. Это еще соотношение налогов на потребление и налогов на, ну, скажем так, накопление, условно говоря. Потому что, если у нас подоходный налог существенно ниже, чем налог на прибыль корпораций, предприятий, то у частного собственника нет мотивов делать, так сказать, инвестиции. Он лучше эту прибыль вытащит, заплатит в два раза меньше налог и увезет в офшор. То есть, у нас налоговая система абсолютно искажает мотивы к инвестиционной деятельности в пользу роскошного потребления. И, наконец, последний вопрос. Откуда взять, собственно, деньги для бюджетной сферы? И не только. Значит, мы, из-за того, что у нас природная рента, являющаяся основой национального дохода, облагается все меньше и меньше, замечу. То есть, в свое время у нас были экспортные пошлины, разверстанные по всем видам сырьевых товаров. Значит, сегодня от них осталась только нефть, и то постоянно идут исключения. 100 миллиардов долларов, которые у нас вывозятся в офшоры каждый год, это, считайте, природная рента. Это деньги, которые не нужны бизнесу здесь. Он их вывозит, потому что это сверхприбыль, которая выше той нормы доходности, которая необходима для поддержания бизнеса. Это и по другим расчетам так и получается. Все-таки 100 миллиардов долларов в год, это примерно, вот уже в общей сложности, почти полтора триллиона с совокупным итогом. Там из них возвращается 50 миллиардов в страну, но, тем не менее, это огромная возможность рационализации налогообложения с перенесением центра тяжести на природную ренту. Об этом тоже много говорят, но вместо, скажем, обложения природной ренты, у нас налоги начисляются на цену ресурсов, налог на добычу полезных ископаемых. Вот такой набор мер. Я бы сказал, что это работы, конечно, на 3-4 года, может быть, но первый эффект можно получить быстро. Давай тогда уточнение, дополнение. Я бы сказал так. Во-первых, я выступлю в роли непопулярной. Все-таки, понимаете, посочувствовать надо в том числе и тем, кто принимает решения. Они принимают решения в сложных обстоятельствах. Я знаю, что зрители, они гораздо больше сочувствуют критике. Это, кстати, само по себе, имея в виду сегодняшнюю тему, очень важный симптом. Люди недовольны. Люди недовольны, и они поэтому как-то лучше слушают, когда ругают начальство. Я тоже буду дальше ругать, и вот и до этого ругал. Но давайте помнить, в принципе, вот я реагирую на то, что вы, Виталий Тович, сказали, все говорят, ничего не делают. То и что делается. Тот же самый, да, нищенский прожиточный минимум, но у нас же, заметим, рот, минимальная зарплата, до нынешнего года была ниже его. В этом году, ну, хотя бы до него подняли. Короче говоря, я не о том, что все хорошо. Да нет, конечно. Но и не о том, что никто ничего не делает, только говорят. Это согласен, конечно. Да, это не так. Теперь по существу. Повышать зарплату? Да, конечно, повышать. Но давайте посмотрим. А вот бизнес, ну, в условиях жесткой... Почему вы там за рубежом? Вот правильно говорил Сергей Юрьевич, в Европе там другая доля зарплаты. Да, это правда, в доходе. А почему? Потому что там бизнес такой добрый. Да нет, ну, конкуренция, там условия инвестирования другие. Теперь, значит, что все-таки делать? Ну, вот что касается темы детей, 100% согласен, но с одной поправкой. Не каждому ребенку, наверное, о нуждающихся семьях. Потому что, ну, есть дети, прямо скажем, в разных семьях. Ну, а те не будут брать это? Ну, может будут, может не будут. Но все-таки что делать? Вот я для себя выделяю три возможных направления. Первое направление – это прямое перераспределение. От него тоже никуда не уйти. Вот те же детские пособия. Мне стыдно называть цифры. Это у нас региональные полномочия, не федеральные. Опять давным-давно мы выступаем за то, что были федеральные полномочия, и тогда, ну, можно как-то регулировать. Сегодня они и в богатых-то регионах небольшие, а в бедных, ну, просто стыдные. Повторяю, не буду называть цифры, да? Ясно, что надо повышать. Это прямое перераспределение должно быть из бюджета. Ну, опять же, справедливости ради скажу, в этом году вот начинается эксперимент в восьми регионах. Там его исход пока не ясен, поэтому не буду о нем много говорить. Ну, хотя бы попытка на этот счет поработать возникает. Но одного перераспределения не хватит. Об этом пытался говорить. Ну, и коллеги говорили. Не так уж много у нас людей, у которых можно что-то взять. Александр Дмитриевич говорил о богатстве. Да, оно крайне неравномерно распределено. Но это же богатство. Это заводы, фабрики. Ну, его нельзя продать и раздать. А так, чтобы высокие доходы. Да, есть сверхбогатые люди, роскошествующие, в том числе неприлично. Но если на всех поделить доход, не хватит. Значит, второе важнейшее направление – социальные лифты. Вот здесь мы точно не дорабатываем. Это прежде всего справедливый доступ к образованию и вообще к тому, чтобы… Это, кстати, тоже с детьми связано. Ну, каждый ребенок мог в соответствии со своими задатками, способностями продвигаться. Да, это не решает проблему бедности сегодня, но это, по крайней мере, создает перспективу. И, кстати, опросы очень четко показывают, что люди готовы зачастую мириться с собственным, не лучшим положением, если они понимают, что для их детей открыта дорога. В этом смысле можно и нужно делать гораздо больше. Особенно в школах. Значит, где-то такая слабенькая школа, слабенькие учителя, значит, дети из бедных семей, это все консервируется. Этим школам надо специально помогать, учителям там платить больше, чем в обычных школах. Ну и так далее я не продолжаю. Подготовительное отделение, вот если вспоминать советское время, мы тоже это давно предлагали, да? Вот это и возможность реальной карьеры. И, наконец, третье – это, да, действительно экономический рост. Ну, не хочу в эту, собственно, экономическую тему сейчас далеко уходить, но решение по-настоящему серьезное только через рост. Только через рост. Но здесь, повторяю, должны быть и комфортные условия для бизнесов. Да, Александр Митлевич. У нас получается, что это последний круг, потому что по времени, да. Я вот хотел привлечь внимание к следующим обстоятельствам. Вы понимаете, это, конечно, грубый очень счет на основе цифр экономической динамики, но вообще такие вот эти примитивные расчеты показывают, что за период, прошедший с начала радикальных реформ, у нас средний годовой темп роста чуть меньше одного процента в год. В этих условиях понятно, что те огромные разрывы в распределении доходов, в распределении богатства, они не могли не привести к большому сегменту населения, которые находятся в сложном или даже отчаянном состоянии. Что сегодня очень важно. Конечно, анахронизмом является плоская шкала. Налогообложение даже просто неудобно. Говорить нету. Стран развитых, и те, которые претендуют на то, что они более-менее развитые, кто бы шел по этому пути. Конечно, можно сколько угодно спорить о том, какая дифференциация должна быть налоговых ставок и так далее. Но сам факт, он вообще-то мне представляется просто выпиющим. Я согласен с тем, что сегодня вот говорилось уже, что нужны, конечно, социальные стандарты. И, кстати, наш Совет Федерации очень активно эту линию проводит насчет формирования социальных стандартов, которые бы обеспечивали по целому ряду жизненно важных услуг в области образования, здравоохранения. В общем-то, равные условия для любого гражданина, независимо от того, в какой части страны, в депрессивном регионе или в быстро развивающемся регионе он живет. Некоторые вещи конкретные в экономической политике меня, честно говоря, очень удивляют. Ну, например, конечно, у нас очень большая дифференциация не только доходов по территории страны, но и уровни цен тоже не одинаковые. Эти вещи, вообще-то, связаны между собой. Но мы некоторыми мерами экономической политики, как мне кажется, это закрепляем. Когда мы по-разному начинаем оплачивать людей, ну, в первую очередь, сотрудников бюджетного сектора, в зависимости от того, в каком регионе он работает. Вот ученый, работающий в Академическом институте в Москве, он, значит, у него задачи по его заработной плате другие почему-то, чем в Сибири, на Дальнем Востоке и так далее. И это не только, разумеется, ученых касается, это касается всех. Но когда мы начинаем, мы, во-первых, препятствуем тем самым нормальному перераспределению трудовых ресурсов по территории страны, и, во-вторых, консервируем те разрывы, которые сегодня сложились. Да. Можно дополнить, наверное, чтобы не буду уже повторяться, я бы хотела сказать, что, да, вопросы оплаты труда, но не менее важный вопрос – это масштабы неформальной занятости. Если мы начнем регулировать заработную плату, мы ее можем регулировать только в формальном сегменте экономики. А сегодня у нас на крупных и средних предприятиях работает 36 миллионов человек. При этом занятыми считается 70 миллионов человек. Это тоже главное, все об этом знают, все говорят. Миллионов человек – это настоящие самозанятые, а 24 миллиона мы, по большому счету, даже не знаем, где они работают. Поэтому уж дотянуться до их заработной платы мы точно не сможем. А почему в значительной степени у нас такая ситуация, о которой вы правильно говорите, много уже говорится? В значительной степени это связано с тем, что у нас, ну, вообще безобразные программы поддержки безработных. Мы говорим о том, что у нас зарегистрировано порядка миллиона безработных, и не дай бог этому показателю повысится, потому что это напрямую связано с оценкой деятельности губернатора. И поэтому вся служба занятости, она не думает над тем, как устроить на работу безработных, а как не привести к тому, чтобы зарегистрировалось большее количество людей. Не создав эффективные программы поддержки безработных, не научившись их делать и не научившись оценивать власть по этому, мы не сдвинемся здесь в значительной степени. И еще один вопрос, на который я хотела связанно с этим тоже обратить внимание, это, конечно, то, что вот многие наши инициативы, в том числе и в рамках национальных проектов, они, там у нас много из показателей, которые контролируются, но никто не задается вопросом, а сколько будет создано рабочих мест в результате этой деятельности? Вот мы обуславливаем, значит, какие-то льготы инвестиционные, даем, развиваем проекты. Вот, например, инфраструктурные проекты пойдут у нас, достаточно дорогостоящие. Никто не задался вопросом, сколько в рамках этих инфраструктурных проектов будет создано рабочих мест. И всякий раз, когда ты хочешь хоть как-то подойти к этой теме, отмахиваются от нее, говорят, нет, они должны родиться каким-то образом сами собой. Но сами собой они не рождаются. Мы в сегменте крупных и средних предприятий за последние 10 лет потеряли 10 миллионов рабочих мест. А что создалось вместо этих рабочих мест? 25 миллионов инновационных войн. Поэтому вот здесь, скажем так, не найдя возможность выхода из этой ситуации, мы не сможем решить многие вопросы, даже если примем хорошее решение по повышению заработной платы. Я хочу сказать свою, как в Шиво и Абане, как говорится. Вот средний класс, вот к чему мы хотим, мы его хотим расширить, вот это, по-моему, это более-менее такая реалистичная задача. И здесь я бы не ставил вопрос о сокращении неравенства, хотя это морально-этически важно. Я всегда выступал за прогрессивную шкалу налога обложения, но вообще-то говоря, если ее ввести, то это очень малая прибавка. Действительно, противники говорят об этом. Но они считают, что этого достаточно сказать, потому что это аморально, я считаю, что вот нет у нас прогрессивной шкалы. Но реально это даст мало, надо сказать, это даст. Потому что у нас сегодня, по-моему, только 10% всех налогов – это личный налог. В Германии 4% немцев дают 40% налогов. А там просто больше богатых людей. Но мне не нравится такой аргумент, когда говоришь, вот когда у нас много будет богатых, тогда мы перейдем на прогрессивную шкалу. Не решив общую задачу, мы будем все время натыкаться на конкретно. А общая задача абсолютно, я бы сказал, ну, мягко говоря, беспомощная экономическая политика, которая проводится в последние четверть века, абсолютно без учета социальных последствий тех или иных действий. Наверное, что-то должно быть сделано с точки зрения политической системы. При всей, казалось бы, простоте решения такого директивно повысить заработную плату работникам бюджетной сферы, я вот посчитал буквально на таких арифметических простых вычислениях, если мы предположим, что средняя заработная плата учителей в столицах – 50 тысяч рублей в месяц, а в провинции – 20 тысяч рублей в месяц. И нам нужно подтянуть провинцию к уровню столиц, значит, нам это обойдется в 90 миллиардов рублей. Это мало, это не так, не много в смысле этого. Что подтянуть, куда? Зарплата учителей по стране к столичной. Ничего себе. Или сколько денег? 90 миллиардов рублей. Значит, ну, предположим, что столичную тоже нужно несколько повысить. Но мы выйдем где-то в пределах 120-130 миллиардов рублей. Да, если мы то же самое, ну, короче, мы можем уложиться по всем этим вопросам, там, ну, я думаю, в триллион. Значит, все это, вот, если с точки зрения, скажем, налогообложения, вывоза капитала, мы используем вообще такой популярный в Европе сейчас налог Тобина, ведем 10-процентный налог на вывоз капитала, мы решаем эту задачу арифметически. То есть я не к тому, что это панацея. Вовсе нет, конечно. Это просто один из элементов некоторых вопросов, которые все равно нужно решать. Если мы живем в социальном государстве, где все граждане равны, да, то мы не можем терпеть ситуацию, когда заработная плата работников бюджетной сферы, которая делает одно и то же, отличается в разы. Вот, это первое, что я хотел сказать. Второе. Это посоветуй президенту. Второе. Да, я советую. Для этого, кстати, уже прозвучала мысль у Леони Николаевича, что нужно вернуться к нормативам. Нужны социальные нормативы. Значит, я бы добавил, что нам необходимо в рамках социального государства ввести механизм ответственности власти именно за вот это вот, за уровень жизни населения, прежде всего работающего населения, и детей, конечно, безусловно. Для этого, кстати, мы лет 15 назад, я помню, в Думе обсуждали конкретный закон об ответственности исполнительной власти за уровни и качества жизни населения, за право на достойную жизнь всех людей, которые у нас живут. В этом законе было где-то порядка 15 показателей, за которые должно было отвечать и федеральное правительство, и субъекты федерации. Показатели считаются автоматически, компьютером, это не рейтинговая агентство. Соответственно, если показатели эти падают, как у нас пять лет уже падают доходы населения, да, в реальном выражении, значит, это основание для того, чтобы ставить вопрос о недоверии правительству. Это понятно. Дальше Прест объясняет, почему это происходит. Ну и так далее. То есть нужны автоматические механизмы, которые бы вот этот тезис социального государства бы обеспечивали бы его работу. И чтобы люди, которые не за власть держатся, процветали, да, а те, которые что-то полезное делают для общества. Ну вот я не могу не отозваться, опять же, в непривычные для себя роли. Я так вот привык, в напряжении многих лет, говорить, давайте еще увеличим зарплату учителям, врачам, и буду так говорить. Но все-таки удвоение, дело вот такое декретное, совсем непростое. Объясню. Удвоение для провинции. Для провинции. Вот, во-первых, смотрите, была неочевидна сама фиксация на основных работниках, учителя, врачи, да, а ведь там вокруг много других, им стали повышать, а те, кто рядом, там психологи какие-нибудь школьные, их, значит, стали увольнять, остальным не повышать. Это вообще придумано. А тогда это уже точно не один триллион, это много чего. Поэтому тут тоже все очень непросто. И кроме того, это же дальше деформирует региональный рынок труда. Вот Сергей Юрьевич сказал, надо и вообще зарплаты повысить. Но вообще зарплаты, Лилия Николаевна уже же объясняла, это неформальную занятость увеличит. Потому что люди, особенно в регионах, занимающиеся бизнесом, они в очень некомфортной среде живут. В очень, и с точки зрения спроса, и особенно с точки зрения административного давления. Если надо еще и зарплату, да, там удвоить. Ну, представьте себе, какой будет безработица. Нет, я говорю о бюджетной сфере. А бюджетной, она с собой другое потянет, и это правильно. И я за это, но, конечно, вот не такими скачками, там, в два раза. Я в конце скажу несколько слов. Лиджи, вот здесь сидят люди, безусловно, не относящиеся к бедным, но, в том числе и я. Но мне надоело жить с постоянным ощущением этой проблемы. Пусть я о ней слышу о других. В советское время, когда я тоже был журналистом и активно там писал, мы, по крайней мере, знали, что, во-первых, на зарплату можно прожить. Раз. Второе. Там роскошь, там выше зарплаты. А, ну, на нашу зарплату можно прожить. У нас бесплатное образование, у нас минимальная квартплата и все прочее. И что-то, ну, плюс идеология как таковая обеспечивали. Потом нам сказали, что это мы отменяем, теперь капитализм, и все будет, а, справедливо, и так далее. И вот уже сколько лет этого, 30 лет этого капитализма, и я слышу только, что Россия, это говорят молодые, они никак не могут понять. Был Великий Советский Союз, оказывается, он не очень хорош. Теперь нет этого коммунистического. Мы оказались беднее, чем та страна европейская, эта страна европейская, пятая, десятая. Это невозможно психологически поднять гражданину России. С какой-то исторической памятью, и даже с очень короткой, как современной молодежь. Я когда слышу, что Россия, это развивающаяся экономика, я всякий раз вдрагиваю. Я всегда считал, что есть первый бед, капитализм, второй социализм, и какие-то там, третий мир, развивающиеся страны. Но мы случайно в третий попали. Да, и я теперь слышу уже 30 лет, что мы развивающиеся, то ли экономика, то ли страна. Вот. И вот эта бедность, бедность, бедность слова, которое я не слышал в советское время. Ну, это не значит, что не было в бедных. Запрещено было. Но в деревне подальше от Москвы было. Я говорю, психологически. Но это невозможно постоянно соотрежить проблемы. Если кто-то не думает, что она политическая, и не будет социальных потесений, ну, хотя бы как психологическая. Я к тому, что эта проблема, вот, как зубная боль. Вот она есть, и нужно вырвать или залечить. Ну, невозможно. 20 лет жить зубной, 30 лет жить зубной болью. Невозможно. Да. Спасибо. До новых встреч в программе «Что делать?» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин